О решении социальных проблем сегодня шла речь на встрече Владимира Путина с представителями партии «Справедливая Россия». Премьер отметил, что работа над программой «Стратегия-2020», она должна определить основные направления развития страны в ближайшие 12 лет, практически завершена. В числе основных задач остаются улучшение качества жизни, финансовая поддержка учителей, врачей, военных, пенсионеров, а также строительство жилья. Текущие проблемы не могут нас отвлекать и от решения стратегической задачи запуска механизма по-настоящему массового современного и комфортного жилья. Уже принято решение о формировании... Он ставит цель к 2020 году перевести экономику на преимущественный инновационный путь развития, достичь этого предполагаемого... Очень, кстати говоря, забавно. Сейчас начнется 2020 год, через полтора месяца. А у них же была программа социально-экономического роста до 2020 года. И там много совершенно конкретных показателей. Это была важнейшая программа, собственно говоря, Путина, правительство Путина, они управляли Россией, делая эту программу. Будет умора, когда сейчас все, ну и я в том числе, конечно, начнем сравнивать. Что же они заявили, что же они объявили и что же они сделали? Ну, спойлер, примерно ничего. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Уважаемые коллеги, делегаты, гости съезда. В нашей системе государственного управления, в целом управлении отсутствует механизм ответственности как институтов власти, так и должностных лиц, которые эту власть олицетворяют. Примеров множества. Эта проблема носит системный характер. Мы наблюдаем, что в повседневной жизни исполнительная власть работает в основном режиме имитации. Реальные проблемы забалтываются. Не лучшие дела обстоят с судебной властью, которая превратилась в замкнутую корпорацию, где никто не несет ответственности за соответствие принимаемых решений законности. Законодательная власть, по сути, стала формой клуба. А самая главная экономическая власть, ее крупный бизнес. Погрязь в офшорах, мы теряем примерно по 100 миллиардов долларов за капитал ежегодно уже много лет. Все попытки, которые было множеством, внедрить механизмы ответственности в практику, проводились. Проводился закон о стратегическом планировании 5 лет. Правительство даже не приступает к его исполнению. Он выхлазил в десятках тысяч бумаг, но в реальное практическое управление и внедрен. Только один из множествов примеров. Раскол общества будет усугубляться. Властвующий вид у нас приобретает все более кастовый характер. Причем ее менталитет совершенно отличен от народного менталитета, который сегодня обсуждался. Историческая память, я не замечу, не такая, как у большинства совсем. И язык, на котором они говорят больше сильно отличается от тех представлений о русском языке, которые мы все разделили. Поэтому задачу я бы так сформулировал. Как сформировать механизмы ответственности, которые бы заставили оборудовую власть работать в общественных интересах, привели бы институты с народным менталитетом и обеспечили бы продвижение во власти продуктивной милиции. То есть тех, кто, собственно, работает на страну, благодаря которым страна сегодня еще живет и развивается. А для того, чтобы продавать газ в Германию, они придумали вот эти так называемые парламентские процедуры. Хотя сами они мечтают, как в Китае пожизненно. Идеальный вариант для них был бы быть пожизненным генеральным секретарем какой-нибудь партии, которая одна возглавляет. Но мы люди свободные. Мы не собираемся жить как китайцы. Мы не собираемся жить как американцы. Мы хотим жить сами по себе. Как мы понимаем свою свободу, свою честь и достоинство. А честь и достоинство, и наша свобода заключается, в частности, в том, что мы сами хотим управлять своей жизнью в тех городах, где мы живем, в тех регионах, где мы обитаем, и в той стране, которая, как мы хотим, должна принадлежать нам. Главное в работе партии быть вместе с людьми. Досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно. Помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство. И прежде всего, не обходите. Редактор субтитров А.Семкин